Эти дни вечера Душевными песнями, дорогими сердцу каждого россиянина, встречали в фойе Дворца культуры гостей праздника, приуроченного ко дню пожилого человека. На первом этаже все желающие могли принять участие в многочисленных мастер-классах. Мастер-класс у нас проводится по каркасно-салфеточной кукулы. Мы делаем каркас из металла и обматываем его салфеткой. Потом украшаем платье, делаем шляпу. Все. Прекрасным дамам предлагали примерить новые образы. Делаем укладки всем желающим. Замечательно. Мне 75 лет, хочется быть красивой. Поэтому рады, что девочки нас так это украшают. Очень понравились, как они работали. Долго, конечно. Но очень красиво. Гости праздника могли также поучаствовать в лотерее и, ответив правильно на вопросы, получить призы. Помните молочные продукты в СССР? Производились до самого настоящего молока. Помните, какого цвета была крышка на пехере? Зеленая. Зеленая вода. Правильно. На втором этаже в буфете гостям предлагали чай с порошками и печеньем. Работала фотозона, оформленная в духе интерьеров времен СССР. Но, конечно же, кульминацией праздника стал большой концерт. Дорогие друзья, здоровья вам! На долгие годы еще и еще раз. Примите слова благодарности. На сцене помимо профессиональных артистов выступали и любительские коллективы, в том числе из участников программы «Активное долголетие». Музыкальные и танцевальные номера сменялись теплыми словами поздравлений. Я хочу пожелать вам здоровья. А во вторую очередь я хочу пожелать вам, чтобы вы всегда находили людей, которые составили бы вам, что называется, компанию. Здесь есть замечательная губернаторская работает программа «Активное долголетие». Записывайтесь, общайтесь, приходите. Зал не только активно аплодировал выходившим на сцену, но и охотно подпевал артистам. Мероприятие получилось очень душевным и теплым. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.